Здравствуйте! С вами новости 16.12 в студии Михаил Тишин. И наш специальный выпуск называется «Путь ракетира конечная». Как провел свой последний год в должности президента Нурсултан Назарбаев. Акординская рокировка совсем близко. Дерега займет место отца. Ограничить в правах окончательно. К своему уходу Назарбаев заготовил еще несколько антинародных реформ. Казахстан стал личным карманом елбасы. После него народу останутся одни долги. В мировой истории Назарбаева запомнят как предателя своего народа. Кадровые зачистки в Аккорде. Назарбаев основательно готовится к передаче полномочий президента Дереге. В этом году устранили по максимуму тех, кто мог создать проблемы наследницы. Из окружения Назарбаева выпали две знаковые фигуры. Иманголи Тасмагамбетов и Адильбек Джексибеков. Оба были его продуктами, целиком и полностью созданными для служения елбасы. Я назначил послом Казахстана в Москве иманголи Нургалевич Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание. Тем интереснее, что первым врагами народа их назвал сын Дереги, Айсултан Назарбаев. В своем посте в фейсбук, наделавшем много шума, внук елбасы открыто назвал их коррупционерами. Для Дереги было важно, чтобы ушел с поста и министр внутренних дел. Но он с ее отцом связан кровью сотен невинных людей, убитых по приказу елбасы в Жанаозене. Дереге принадлежит значительная часть СМИ в стране. Сразу после убийства Дениса Тэна в СМИ развернули неслыханную травлю генерала Косымова и его ведомства. А казахстанцы в гибели Дениса Тэна видят системную причину. В социальных сетях за сутки собралось несколько сотен публикаций с требованием уйти в отставку главе МВД Калмухамбету Косымову. Журналисты буквально охотились за генералом, так сильно его еще не унижали. Но Назарбаев положил этому конец. Я генерала Косымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком. Дерега подчинилась требованиям отца и травля закончилась. Сейчас ни один ресурс не вспоминает о петициях с призывами к отставке главы МВД. Назарбаев упустил более спокойный период для передачи власти. А алчность помешала ему сделать это три года назад. Сейчас, когда ДВК ведет последовательную борьбу с режимом, операция «Приемница» имеет высокие риски. Кроме того, в Аккорде еще есть немало клановых противоречий. Такие неоднозначные фигуры, как Карим Масимов, Нурлан, Нигматуллин, Булату, Тимуратов, вряд ли можно считать преданными елбасы. Не будем забывать и об олигархах, которых выкормил Назарбаев, деля с ними национальные богатства. Кто может знать, какие планы у ближайшего родственника Кулебаева? Владельцев Казахсмыс, Владимир Акима, Евразийской тройки Машкевич, Ибрагимов, Шадиев. Большие капиталы, которые есть у этих олигопольных групп, могут принести большие проблемы наследницы. Уйти с поста президента не означает отдать власть. Как и прежде, весь контроль за страной будет сосредоточен в руках Назарбаева. Конституция стала записной книжкой елбасы. Он вписал свое имя во все заголовки. Схема передачи власти известна. Назарбаев возглавил Совет Безопасности страны. И Дарига заменит его, но управлять страной по-прежнему будет елбасы. В июле 2018 года он наделил себя пожизненным правом возглавлять Совет Безопасности. А сам Совет теперь имеет не консультативный статус, а конституционный. То есть обладает абсолютной властью, и для этого ему не нужен президент. Все силовые структуры страны будут подчиняться по-прежнему Назарбаеву. Должность президента еще никогда не была такой слабой. Закон о выборах президента в Казахстане массово дискриминирует права большинства. У абсолютного большинства казахстанцев нет ни малейшего шанса выставить свою кандидатуру, не говоря уже о том, чтобы занять пост президента. Законы о создании политических партий, движений и неправительственных организаций также не оставляют обществу ни единого шанса, чтобы принимать участие в общественно-политической жизни страны. Но и в хозяйственно-экономической деятельности простые граждане тоже теперь не смогут принимать участие. С нового года вступает в силу закон о выборах Маслехаты. Теперь, чтобы твое мнение об обустройстве города, региона было услышано, надо вступить в одну из карманных партий Елбасы. Представительные органы власти именно на местах Маслехаты, они имеют бюджетные полномочия. То есть они утверждают долгосрочные стратегии, они утверждают бюджет города. Теперь кто будет утверждать бюджет города? Вопрос. В благоустроенных однокомнатных квартирах санузел и кухня составляют около 40% площади. Простой отказ от собственного туалета и кухни удешевит стоимость жилья на эти 40%, которые для тысяч людей, не имеющих стабильной зарплаты, могут оказаться решающими. Я вас хочу успокоить. Сто депутатов общество ограбить не в состоянии. Таким образом, вся власть в Казахстане целиком захвачена одним человеком – Нурсултаном Назарбаевым. За все, что произошло с Казахстаном, отвечать будет он. Но тебе надо принять решение. Они не отвечают за то, что написали. Тебе, президенту, надо принять решение и отвечать за это решение. Вот в этом и есть одиночество президента. Себе власть, Дориге престол, народу – долги. Сотни миллиардов долларов выкачали из Казахстана за годы правления Назарбаева. Пирог еще не остыл. Есть еще лакомые куски. Для Дориге и Нурсултана Назарбаевых ситуация с передачей власти осложнена еще и тяжелейшим кризисом в экономике страны. Население стремительно беднеет, обрастает долгами и кредитами. Тенге только за последние пять лет обесценился в два с половиной раза. Цены на основные продукты – хлеб, мясо, молоко, сахар – выросли в полтора-два раза. По исследованиям РИА Новости, из 40 стран Казахстан занял 39-е место в рейтинге по расходам на питание. 46% своих доходов казахстанцы тратят только на еду. Именно так формируется рабское мышление, когда у человека не остается средств на развитие, путешествия, даже здоровье, когда люди вынуждены думать только о выживании. Тем временем клан Назарбаева и его ближайшее окружение выкачивают из страны миллиарды долларов. За 29 лет правления Назарбаев вывел за пределы Казахстана баснословные суммы. Довольно серьезный вывод капитала. То есть, несмотря на то, что в стране якобы денег нет, например, за 2017 год по официальной статистике Национального банка выведено больше миллиарда долларов. Сам Назарбаев не устает призывать антикоррупционный комитет усилить меры по возврату капитала в страну. Это предел цинизма, это в духе Назарбаева. Если обратиться только к тем схемам, которые и разблочил Мухтар Аблязов, то можно наблюдать, как все эти годы выкачивали миллиарды долларов из Национального фонда страны. Пенсионного, государственного бюджета в национальные компании. Под гарантией государства в эти компании были взяты миллиардные кредиты в международных банках. Разрезся квази-государственный сектор. Весь внешний долг страны на самом деле сформирован вовсе не частным сектором, а квази-государственным. Сколько национальных компаний было создано и все они сегодня демонстрируют убытки. Как такое может быть? Только в одном случае, если деньги выкачивают и выводят бесследно за рубеж. В этой компании прямо контролируются интересы семьи Назарбаева через назначенцев, директоров разных тех или иных предприятий и министров, вице-премьеров, руководителей железной дороги, которых прямо назначается Назарбаева для того, чтобы они финансировали тельные проекты политические, во-первых, а во-вторых, миллиарды долларов ежегодно крадутся из этой компании. Банковский сектор стал самым видимым объектом выкачивания активов из государственных фондов. И именно поэтому вы регулярно слышите скандалы о том, что тот или иной банк разорился. Вот вспомните, какие банки недавно разорились. Это все банки Нусултана Назарбаева. Банки Астаны, многие из вас не могут забрать свои вклады, не могут забрать свои деньги. Юридические лица просто не могут согнать свои деньги из этого банка. Но это же банки тоже имели прямое отношение к Нусултану Назарбаеву. Вспомните, Ксимбанк. Любой банк, который недавно падал и разорился, он напрямую связан с политической верхушкой. И, наконец, очередная волна приватизации. Государственные объекты покупают за копейки родственники Елбасы и его подельники. Но сейчас здание бывшего дома правительства больше не принадлежит государству. Она была безвозмездно передана из государственной собственности в частные руки фонда Назарбаева в 2001 году. Сейчас в большем здании парламента находится Казахстанско-британский технический университет КБТУ, председателем Совета дектора, в котором является Динара Кулебаева, дочь президента Казахстана Нусултана Назарбаева. 44 тысячи квадратных метров. По самым скромным подсчетам по 5 тысяч долларов США за квадратный метр, рыночная стоимость только земли и здания составляет свыше 200 миллионов долларов США. Все эти деньги утекли из государственного бюджета в частный карман Динары. В этом году на борьбу с ДВК и лично Мухтаром Аблязовым кинули все ресурсы. Полиция, КНБ, СМИ, чиновники всех мастей, даже учителя и руководители КСК. Немалый бюджет получили и фейковые, и политические организации, и простые отдельные личности украсили этот год своей патриотической борьбой, но не с Назарбаевым, а с ДВК. Пока членов ДВК хватают на акциях и митингах, отправляют в тюрьмы, остальным деятелям от Акарды позволено все – и пресс-конференции, и громкие заявления. Больше других порадовал форум «Жана Казахстан». Они тоже озабочены выводом капитала из страны и призвали Елбасы лично возглавить борьбу за возвращение ворованных миллиардов. Это и есть верх цинизма. Не так ли, друзья? За годы своего правления Назарбаев залез в долги ко всему миру. Сегодня внешний долг Казахстана составляет 166,6 миллиарда долларов. То есть на душу населения примерно по 8,5 тысяч долларов. С такими результатами Назарбаев покинет пост президента. Довольно серьезный вывод капитала. То есть, несмотря на то, что в стране якобы денег нет, например, за 17-й год по официальной статистике Национального банка выделено больше миллиардов долларов США. Назарбаев не просто вор. Он останется в истории Казахстана как правитель, предавший интересы народа. Династия воров, защищая свои коррупционные капиталы, готова ущемлять национальные интересы, торговать землей и продавать независимость. Для передачи власти необходима поддержка внешних партнеров. За ценой Назарбаев не постоит. Безопасность Казахстана – ничто по сравнению с интересами его семьи. ЕАЭС – еще одна безумная идея Назарбаева. Союз, в котором политические интересы олигархических кланов этих стран преобладают над интересами казахстанцев. Однако Назарбаев неустанно продвигает дальнейшую интеграцию с остальными постсоветскими диктатурами. Конечной полезности этого интеграционного объединения у меня никаких сомнений нет. Тем более, что есть желающие создать свободную экономическую зону, вступить в этот экономический союз, потому что все видят перспективы. Разрушительные перспективы этого союза очевидны. В 2014 году санкции против политики Кремля сильно ударили по экономике всех стран ЕАЭС. Тем не менее, Назарбаев продолжает стратегию укрепления сотрудничества с агрессором. Сближение с Россией дает Елбасы возможность держаться за власть и плавно передавать ее по наследству. Для осуществления бандитского захвата власти ему нужна поддержка Путина. Ко всему прочему, Назарбаев продолжает увязать в китайских долгах. Он отдает Китаю бизнес, газ, нефть и даже наши земли. В страну завезли 51 китайский завод. Бизнесмены из Китая получают налоговые льготы, которых никогда не было у казахстанцев. Назарбаев и его дочь призывают молодежь учить китайский. Официальные ресурсы Корды уже опубликуют на китайском новости и аналитику. А Дарига Назарбаева считает Китай нашей судьбой. Я считаю, что нельзя, как говорится, перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие и дружбу никто не отменял. Внутри страны единственным инструментом удержания власти, когда протестные настроения обострены как никогда, остаются репрессии. Против активного гражданского общества развязана настоящая война. Откровенно, политические обвинения коснулись сотен простых казахстанцев. Госдепартамент США в своем ежегодном докладе прямо заявил, что кампания по борьбе с экстремизмом в Казахстане направлена против невиновных людей, преследуемых по политическим мотивам. В мире все больше государств прямо заявляют, что Назарбаев – диктатор. Он превратил Казахстан в тюрьму. Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный рейтинг авторитарных стран, где все контролирует клан диктатора. Лидирующее место в этом позорном списке уже 10 лет подряд занимает Казахстан. Главный виновник этого позора – Нурсултан Назарбаев. Единственной политической силой в стране, которая ставит своей целью политические реформы, призывает граждан к объединению ради построения государства с демократическими ценностями является ДВК – демократический выбор Казахстана. Давайте соберемся и скажем – нет этой власти, нет плана Нурсултана Назарбаева, нет семьи Назарбаева, нет клана Назарбаева да нашему новому, будущему, нашему сильному, независимому Казахстану. Аллах, Казахстан! Казахстанцы выходят в новогоднюю ночь на улицы и площади своих городов. Не забудьте красный колпак и бенгальские огни. Оставим все плохое в старом году. Проводим Назарбаева навсегда. С вами был Михаил Тишин. На сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok